Девушки отдыхают Девушки отдыхают Вихтер, который собирал ложки, пытаясь снять с себя это проклятие Довольно интересно Напомнило мне одну короткометражку Это, как сказать, пародию на трейлер к фильму Самый медленный убийца в мире Где там за мужиком гонялся убийца и колотил его ложкой Было забавно Ладно, возвращаемся к Регису Да, кстати, стоп, я же там нашел ложечку Ложечку я нашел, короче говоря Короче говоря, тайны исчезнутой ложки Давайте мы вот это вот сделаем Ой-ой Да, что ты меня пытаешься завести GPS Хочешь, чтобы я тут убился? Нашли ложку, которую спер этот вот вихт И попробуем вернуть ее на законное место Потому что вроде как кто-то пытался это сделать Хозяин этой ложки А зовут его, что интересно, Смеогол То бишь, горлом ее записывать Он писал, типа, моя прелесть пропала Про ложку Такие дела Ну и, понятное дело, отсылка кластелину колец Совершенно откровенная Чипешком уйду Кто мне скажет Правда, скакать голубым я все равно не могу А жаль Вот в этой же серии мы с вами продолжим Проходить сюжет Потому что хотелось бы закончить текущее задание Посмотреть Чем в итоге это обернется для нас Сам поцелуй Так, а здесь же мы в турнир играли Винтовый Как-то там к вам попасть Здрасте Добро пожаловать Мне каждый раз хочется, что она за живот хватается Потому что у него болит А для чего используют Вот такие ложки Странная какая Похожими полагается бульон есть Или это какой-то ключ Здесь надпись Да, она меня сюда и привела Не знаешь случайно, от чего этот ключ? Впервые его вижу Но вы в подвал загляните От прошлого хозяина там столько Дребедей не осталось Ну пойдем заглянем Ты меня прям так пускаешь Легко в свой подвал Правда, что ли? Где у тебя подвал-то здесь? Еще не интересно Ну тут явно хозяйская часть Где всякие продукты хранятся А вот, видимо, трэш Павлини перо Старый памфлет Встревоженный гражданин Законная наследница трона Проснись Вас сводит за насть Правощая верхушка Которая забавляется с вами как хочет Средь бела дня Нас лишает законной наследницы трона Именно старшая дочь князь Должна принять власть после его смерти Между тем нас кормят сказочками О каком-то проклятии И подсовывают на младшую сестру Не стой, не жди, протестуй Все, кто не согласен На подобное обращение с гражданами Должны действовать Интересно Интересно Как это связано С этим сюжетом Поваренная книга Горлума Луис Керкиса Он здесь даже не то есть Называется Горлум Кролик по-баклерски Во имя Рана Лебеды Я перерыл десятки эльфских Манускриптов И открыл это Теперь я знаю Для чего служит эта ложка Ключ Купленная мной на аукционе Этот ключ открывает двери В мастерскую легендарного Ра Мзеса Гор Тона Эльфского жреца Богини Данамбей Данамеби Данамеби Это Дана Мэапх Богиня жизни Которую Геральц Встречал в свое время Кулинарное искусство Которого до сих пор Остается непостижимым Для простого повара Если мне доста Отыскать руинного Светилища Где-то пуще Бляссюр Я найду Все его легендарные Рецепты Не говоря уж О других Бесцельных Сокровищах Которые скрыл Этот мастерский Мастерский Отличайший повар Понял вас Ну Как-нибудь Донайдем Закрыто Пока что Я думаю Мы не будем Отвлекаться На пояс Потому что Идти довольно далеко Квеста Надо переключить На основное задание Я думаю На отзыв И закончить Я думаю Пора бы нам Осталось там Нам скакать Куда и зачем А на кладбище Поехали Плотва уже цветы живет Ну Плотва Ну тебе не стыдно вообще Ну люди эти цветы выращивали Чтобы все ими Любоваться могли А ты пришла Я сожрала Что за животное Удачи на охоте Видимо Спасибо Площадь Эпплней Хлышь у нас такая Бронированная Теперь Брутальная И хвост заплетен Смотрите В косичку Забавно У меня У меня В ребрах Поесть бы чего Че нечего Вас ждут Боклер Богатый город Неужели здесь Хреново С едой Да почему я не могу здесь скакать Вообще Сапожище все в грязи Ходит и ходит Ходит и ходит Загадили все А мне тут убирай Правильно понимаю тебя Бабкинс Сигай Он мне не хочет Она упирается В невидимую стену Вот это бред Странно Раньше Такого у нее не было Но она еще застряла Говорит Ну тебе в жопу Ты бесполезна Ты Бесполезное Животное Я сколько раз У тебя Клялся Отдать на колбасу Но все жалко Когда нибудь Я это точно выполню Кто-то из вредности Побегу через Солнухи Фазан Возьмак 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 хороший Вредители с винодельней Шо? Это че? Квест такой какой-то Ой Нихера там твари ползают Ну я не знаю Это на Эндриак похоже Но я не вижу смысла С ними связываться сейчас Это я думал К какому-то квесту относится Регис там дверку-то открыл Свою Мега склеп Надеюсь Дырка у вас крыша Паутины все заросло Никто не ухаживает За склепом Ой Как обычно Герлиц Лестницами не дружит Я слышу бульканье Походу дела реги здесь что-то уже варит Он же еще и алхимик в том числе Целюдник Что, готовишь бульон из руки своего товарища? Вижу, у тебя обострелось чувство юмора Мы не каннибалы, Геральт Я взял с руки немного ткани Этого хватит, чтобы приготовить микстуру отзвука А остальное где? Я сжег все, как велит наш кодекс Ворон сказал, что ты нашел последний инведиент Посылаешь за мной шпионов? Стражей Если бы что-то пошло не так Я бы быстро пришел к тебе на помощь Спасибо за заботу, но Я и сам справился Долго еще готовить отзвук? И ты что-то говорил про последний компонент Что там с ним? Видишь ли, с ним есть одна сложность Приготовление микстуры требует крови Причем доноры, существо, чьи воспоминания мы хотим получить Должны быть одного вида Ну, есть у меня один знакомый вампир, который наверняка нам поможет Правда, Регис? Дело в том, что все не так просто За время твоего отсутствия я пытался найти аналог, но Опасаюсь, что таковых нет Не понял Что нам мешает просто взять у тебя немного крови Нужна кровь в состоянии возбуждения Как ты наверняка знаешь, высшие вампиры меняют свою оболочку Но вместе с телом у нас меняется химический состав крови Короче говоря, мне придется ввести себя в состояние сильного психофизического возбуждения А еще, короче, безумия И это будет очень опасно Опасно? Почему? Даже в другом теле это будешь ты Но я буду в состоянии свирепой ярости И ты лучше меня знаешь, что ярость нельзя контролировать Если ты хоть раз видел обезумевшего вампира То знаешь, в опасности будут все, кто окажется поблизости И что будем делать? Я бы не хотел, чтобы ты кинулся на меня с когтями Я бы тоже не хотел Но не бойся, я все хорошо обдумал Скоро расскажу обо всем подробнее Ладно, так что ты хочешь сделать? Мы навестим старое владение вампиров Тесхэм мутно Там есть подвешенные клетки Я войду в одну А ты тем временем приманишь чудовища Зачем? Потом ты будешь их убивать Думаю, крови будет много Достаточно для того, чтобы запах довел меня до безумия Жесть какая А что это такое, Тесхэм мутно? Место казни Давно, когда мы были здесь еще относительно недолго Жил высший вампир по имени Хагмар И он так распробовал человеческую кровь, что за ночь мог выпить целую деревню Это доставило множество хлопот всему нашему роду Люди, измученные страхом, начали охотиться на нас Нанимали чародеев и ведьмаков, чтобы нас выследить Они все равно не сумели бы вас убить Однако они были надоедливы Как, прости мне, это сравнение комары, которые вечно зудят над ухом Остальные вампиры решили, что с этим надо что-то делать Схватить Хагмара и наказать его И тогда в подземельях Тесхэм мутно возникло место казни Пойдем Медлить не стоит Веди в этот твой Тесхэм мутно Почти готово Последний ингредиент Что это было? Кровь Ворон оказал мне последнюю услугу Я также принял сангуриум Препарат, обостряющий чувство крови Так я буду чувствовать запах крови в сто раз острее, чем обычно Бедный Вегис Ты спятил? Ты же завязал Геральт, твое возмущение мне льстит, но прошу тебя успокойся У меня не было выбора Так что жребий брошен Отправляемся в Тесхэм мутно А то у меня голова уже идет кругом И ты начинаешь слишком хорошо пахнуть А ты начинаешь меня пугать И не зря Ух, какая башня поехавшая Мы на месте Священный залп для пыток и казни находится под землей Ты точно знаешь, что делаешь? Могу только надеяться Прошу тебя, пойдем Чем дольше мы медлим, тем труднее мне сдерживаться Я бы не хотел причинить тебе зла Веди Ой Кто это? Кишки Работа падальщиков Логово у них должно быть совсем недалеко Верно Я говорил, что здесь опасно За этой стеной находится Древняя темница вампиров Я в жизни многое повидал Но что бы такое О, я весьма польщен Это большая честь показать что-то новое такому придире, как ты Я открою Что за... Старинный способ защиты от непрошенных гостей Дверь открывает механизм Который реагирует только с кровью высшего вампира Хитрые механизмы, вампирская крепость Похоже, Туссент был для вампиров важным местом И остается им Во время сопряжения сфер именно здесь открылись ворота из нашего мира в это Эти земли мы увидели первыми Разведение людей? Это серьезно? Автор провел много лет, наблюдая за поведением людей, которых он разводил С точки зрения морали, сочинения сомнительных Это весьма подробно О, красочки Когда-нибудь я доберусь до покраски доспехов Пока у меня не хватает черных красок Победитель из Десха Мутна Я тот, кто служит пламени Возвышившись над людьми, я отрекаюсь людской слабости Поставлен над людьми, я становлюсь пастырем стада Наполненной силой, обращая свой меч против врагов из племени Я господин и раб Я исполнитель воли племени Я принимаю этот меч и этот панцирь, чтобы служить племени Ага Ясно Интересно, как это выглядит Прикольно такой Готишный армор А меч Не видать А ладно Не будем надевать Мы, в конце концов, не принимаем на себя никаких обязанностей здесь Кстати, а что там за книжка? Давайте хоть глянем Ой-ой-ой, как долго загружается Так, где там она? Разведение людей Да японская мать, сколько у меня книжек Пока переберешься Ой-ой-ой, ничего себе текста Ну, читаем на паузе Про разведение людей Ну, ничего такого интересного, просто так Для атмосферности Позжигаем пакелы То темновато здесь Скелеты висят на крюках Клетки Те самые, видимо Надо сказать, строили вампиры без особой оригинальности Так же могли строить и люди Уже недалеко Че, это, судя по голосу, тебя плющит? Эти лифы, высеченные в скале Когда-то они были покрыты кровью Они что-нибудь означают? Это символы Вы бы сказали племен Которые разошлись по миру После сопряжения сфер Мои предки начертали их здесь Чтобы они напоминали Откуда мы происходим Люди в клеточной батарее И на свободном Выдвели серьезно Тоже читаем на паузу Потому что какая-то Шняга О, сапоги Можно полностью вырядиться В этот доспех Тут тоже какой-то рисунок Кровавая рука А вот этот Какой-то змей Интересно Камеры? Кого тут держали? Это крайне мрачная страница Истории моего народа Я бы предпочел Не призывать демонов А это что? Что это за племя? Харасхам Это мое племя Мое и Детлофа Мы остались здесь В смысле остались Остальные кого-то разошлись Какой-то Рука с кинжалом Да, интересно Запись беседы с низшим существом Синограмма беседы мастера Эзехилия Хильдегарда С человеческим существом Кто ты? Меня зовут Алексис Бискон Почему твоя кожа вся дрожит? Я боюсь, господин Боишься? Не понимаю Ты не знаешь, что такое страх, господин? Нет Я освоил ваш язык Но некоторые понятия мне чужды Что такое страх? Это чувство, которое Уничтожает себя другие чувства Оно подчиняет голову и сердце Что ты говоришь? А я думал Я всегда думал, что это чувство боль В моей лаборатории я проделал опыты на людях И выяснилось, что мать подвергнута Определенному воздействию В состоянии забыть даже о своем ребенке Думая только о том, чтобы боль прошла Разве страх похож на боль? Нет Боль управляет телом А страх зарождается в сердце Ах, вот как Это очень интересно То, что ты говоришь Думаю, мне надо будет исследовать Лабораторию твоего сердца Как это исследовать? Обыкновенно вынуть его И подвергнуть всестороннему исследованию Но ведь, господин Я тогда умру? Да Ваша смерть представляет для меня Большое неудобство Но ведь не я создал ваш вид И не я в ответе За его чрезвычайную хрупкость Окей Что означает этот символ? Это Тедед Те, что направились на восток Осенней горы А если про это спросить? Что это за глиф? Это Амуру Они отправились за море Ясно Понятно Людей здесь складывали Ну Записки пленника Из Тесхамутны Я нашел кулочок пергамента Который выпал из кармана Одного монстра У меня в кармане остался Кусочек угля Я написал бы это собственной кровью Но чувствую, что ее уже почти не осталось Мне холодно Каждый третий день Они приходят и вскрывают мне вины Потом я не могу шевельнуться Долго я так не выдержу Из соседних клеток Слышан вой перепуганных людей Если бы у меня были силы Я разбил бы себе бошку о решетку Я надеюсь, что долго это не продлится Алый из соседней клетки Умер вчера, а его выпили Наверное, их это разозлило Потому что я слышал, как они ссорятся На своем странном харкивающем языке Сегодня с утра привезли новых Можно сказать, пришла поставка свежей крови Новички еще не знают, что их здесь ждет Единственное утешение для меня в том Что я это уже знаю Что никогда больше я не переживу того ужас Который испытал первый раз Когда за мной пришли Я не знал, что им нужно Пока они не вынулили эти бестящие инструменты Никогда я не видел такого прекрасного металла Моя кровь отражалась в этих инструментах Как в зеркале Окрашала серебро пульпуром Но тоже не особо полезно Что означает этот символ? Так, я это уже смотрел Почему он по-прежнему красен Подсвечен Жутковатое место, конечно Перчатки Я собрал фулл сет Кажется, мы пришли Вот это мегатлетка Милое местечко Что это за клетки? Ты говорил, здесь держали только одного вампира А, да Видишь ли, мои предки были не самыми великими гуманистами Они решили, что лучшая кара для Хагмара Мучить его запахом крови Которую он не сможет попробовать Поэтому здесь держали также людей Которым пускали кровь Хагмар сходил с ума от боли и злости Люди умирали от потери крови К ним относились как к вещам Я хотел бы возразить Повернуть время вспять, но Это невозможно Я могу чувствовать только стыд за моих собратьев Не вини себя Ты ничего не мог сделать Приступим к делу Да, правда Я приготовил приманку Будь любезен Разложи ее, пожалуйста Лучше всего у входа в туннели Тогда запах разнесется повсюду А, ты в клетку не хочешь залезть? Разложи приманку у входа в туннели Чтобы чудовище быстрее почуяли запах Ой, озорались У меня волосы встают дыбом Как подумаю, откуда здесь эти туннели Чуть такое? Поезде стреляет событий Я в их смерти привлекал труп агентов Ой Регись, ты куда? Пошел фонари зажигать Ну ладно Как скажешь Туннели-то заперты Давайте мы все-таки Ради Так сказать Атмосферности наденем этот доспех Да, он говно Но будем надеяться, что нам Хватит Всего А, маску Маску еще надо надеть По-моему, не та маска А, вот что я хотел давно сделать Но постоянно забывал в игре Сейчас мы с вами Поставим вот эту штуку Повышение уровня противника Которая автолевелит противника До моего уровня Это будет, я думаю Интереснее Потому что сейчас мне уже Ну не так интересно Сражаться И я По большей части Через пень колоду В общем-то Бьюсь Жутенькая Я заклацал Ну теперь у меня, правда Сет Точнее Билд мой Работает не так, как надо Но я думаю Мы справимся Три Разложил Осталось последнее Думаешь, получится? Надеюсь Мясо воняет так сильно Что запах должно быть в Новиграде Слышим Давайте что-ли пока масло от падальщиков Наденем Наденем, говорю Дамажим Мне кажется, придется еще и с Регисом сражаться В итоге Выпьем наши Отвары Постоянные Приманки готовы Я войду в клетку Ты меня прикуешь Сплав из которого сделаны Прутье Не даст мне Обратиться в туман А ты что? Захочешь сбежать? Я буду хотеть одного Остановить боль Чего он так зарычал? И я за себя не ручаюсь Давай, быстрей Чудовище почти здесь А у меня уже кружится голова Откроет? Да Кто не знает, как вампиралчик крови Не представляет, что такое Жажда Может договоримся про какой-нибудь знак? Ну, на случай, если тебе станет совсем не в моготу Ну и Что ты тогда сделаешь? Не знаю Успокойся Ты не сможешь Ага, рейди за машину Ого! У меня ваншотнуло взрывом Это прикольно Но мне кажется Идея натянуть эту броню Она не очень состоятельная Да, аккуратнее Вот я про это говорил Что я стал обеспечен в боях Блин Так Надо бы еще выпить, наверное Другой отвар Который восстанавливает хп Можно вот этот выпить Где там он? Это неплохая вещь Но боюсь Излишнюю Вот это давайте выпьем Приманки готовы Может договоримся про какой-нибудь знак? Ну, на случай, если тебе станет совсем не в моготу Ну и Что ты тогда сделаешь? Что-то я не то сделал Не знаю Успокойся Блин, я не могу лексир выпить Ты не сможешь Ты лучше с вами успокойся И давай просто пройдем через это Ого Блин Неправильный набор Сейчас меня убьют Не, это тупо Я не могу лупить Лексир, которые мне нужны Из-за этого мне будет плохо Билд плохо работает Из-за тяжелой брони Ну и так интереснее Своеобразный челлендж Приманки готовы Может договоримся про какой-нибудь знак? Ну, на случай, если тебе станет совсем не в моготу Ну и Что ты тогда сделаешь? Не знаю Успакую тебя Как? Ты не сможешь Ты лучше Ага Рейдис починь Все трясется Что-то Назад Ой, ледер прибежал Ни хера мне нокдауни Эй, ты че Ой, щас Жах Хорошо, то я уже слышу следующее Твари Бьют меня Больно Я восстановиться не могу Да отвали ты, ну Вот суки Их слишком много Блин, мне нужно срочно подхилиться Мне так вольну сейчас Держись Я тебя сейчас отпущу Все? Тихо По-моему, Рягис тут вообще разверел Его даже вампиры боятся В ужасе сбежали Ты сначала кровь-то возьми Я равню грабли Как мы его успокоим? Потерпи еще немножко Через пару часов Кровь засохнет И запах А не придет ли Дэтлоп сюда? Пойдем-ка отсюда Что с микстурой? Ну, это было проще, чем я думал Я думал, Регис вырвется И нам придется его Кулаками успокаивать Тебе лучше? Дай мне еще немного времени И я приду в себя Ну да, мне уже лучше Ты не говорил, что все будет вот так Давай, не будем об этом Нет Если бы я знал, что ты собираешься подвергнуть себя таким пыткам Так что бы ты сделал? Нашел бы Дэтлопа другим способом Я не хотел никакого другого способа Ты не подумал об этом? Нет Мне казалось, ни одно создание не согласится по своей воле испытать такую боль В этом смысле вампиры от людей не слишком отличаются Я говорил Этой болью я отдаю долг Великий долг Дэтлопу Если бы мне пришлось пройти через это еще раз Я бы не колебался Я приготовил отзывок Все точно по рецепту Ничего не перепутал? Пропорции верны? Время приготовления тоже? Это важно, Геральт Малейшая ошибка Это же ведьмаки Я готовлю эликсиру уже сотню лет Мой опыт приготовления эликсиров у меня есть Ну хорошо В таком случае Начнем Я бы хотел снять эту броню Перед началом Эту маску дурацкую Эту маску дурацкую Простите Я только на минуточку Вы встряли в очередь Но, милостивый граф, у меня заседание сейчас Сэр, вы были первым Пожалуйста, присядьте Этот господин был первым Шевелись, а то пожалеешь Ахахаха Это знакомый вашего сиятельства И тут я велю ему сойти и уступить место Он стоял как дурак Ты бы его только видел Дали мы ему прикурить А мать решила купить эту мельницу Забавно Извини Сейчас руку себе отрежет Подписывайтесь на мой crew Проㅎㅎ записка какая-то лежит ты проснулся прикался как зверь пойманы в силки я уже начал бояться что тебе конец было не слишком приятно в общем то все удалось что ты видел белок роа убить его было нелегко похоже депла с ним сдружился и все-таки убил его а тело расчленил потом он впал в ярость в раскаяния он отрезал себе руку который совершил убийство интересно не похоже на дедлофа ты видел что то еще я видел момент когда делок роа бескорыстно поддержал дедлофа и похоже это было началом их дружбы что тебя смущает в этом не было ничего особенного обычная жизнь а видение должны быть связаны с сильными эмоциями видимо у дедлофа этот эпизод вызвал именно такие эмоции может позже он убил дал кого убийство кого-то кому мы симпатизируем не обходится без эмоций и у кого даже у вампиров ты видел что-нибудь еще будка чистильщика обуви появлялась в видении дважды дедлоф познакомился там сделал круа и вернулся на то же место после убийства интересно будка кажется где-то в портовой части города а сам чистильщик вроде бы знает дедлофа это еще не все это еще интереснее может стоит поговорить с этим юношей я бы не ожидал откровений других зацепок нет скажу поговорю ты со мной если позволишь я присоединюсь позже я пока не готов выходить понятно отдыхай если что-то узнаю сразу вернусь рецепт зелья регенерации зелья регенерации 8 мерок вытяжки зирбены клык лешила санкурум альхантра то раз молодых побегов мандрагоры крупные составляющие измельчить мелкие добавить целиком варить все вместе 3d образовом котле чистой ключевой воде экстуру употреблять дважды сутки дозы по полмерки не превышать рекомендую дозы либо для вампиров что для вамбера ну как то так в общем так как я и думал дедлов не выглядит там каким-то уж именно злодеем он именно злодей по неволе масочку берем вот таким хитрым способом надевается капюшон если убрать что-либо из злота одежды то верит соответственно натягивает капюшончик не очень понятно почему как ему мешают очки где они кстати как же маячки я без них не могу я не чувствую себя в роли ложек понахопал блин самому смешно таблет где мои очки я без них и без рук если по и ладно хер с ним походим пока в капюшоне потом за кадром сменишь стоит дурак выбирая тан-таран-та-тан а у нас тем временем левела давайте заглянем скиллы я бы хотел чё-нибудь прокачать не потому что мне нужно потому что хочу а 3 очка умений нужно ни черта себе 2 очками ясно понятно хочу вторую ячейку для навыка пока не получается подождем 45 уровня лады скачистильщика обуви но давайте мы все-таки закончим пока сюжетом и попробуем заняться чем-нибудь интересным давайте вот этим займемся про художника заданием давно хотел черти где вообще у это чё отдельно где завелись чудовище а смысле это просто локальное событие случайно давайте посмотрим что за чудовище может быть сделаем бобо а меч кстати я не заменил а вот и очки они в оружии почему-то были кто это эндриаги эндриаги это у нас насекомообразные значит нам нужно масло от насекомых эй кто-то здесь скопытился я смотрю уже как-то несерьезно эндриаг придется это взорвать я думал здесь сложные противники я же вроде как поднял очень включил автолевелинг монстра это не работает напоминаю что несмотря на то что мы будут господи что со мной сегодня несмотря на то что враги становятся нам по уровню это нам никаких прибавок выполнение кустов не дает по опыту то есть все как и задумали разработчики этот момент не меняется это несколько странно но учет делаешь управляющий винодельник я спасибо а легко обращайся это я могу это я умею изничтожать мобов тем более если они первого уровня лоу смешные какие-то через город едем опять будем медленно скакать ничего может быть какое-нибудь интересное событие встретим вряд ли но хреново знает город большой я его еще не весь обошел окей за щеп опирается на воздух стоит ему норм о слушайте мы же это задание про яйца не доделали точно я же обещал свернуться к этому жюсу забрать у него яички чего правда яички только ближе хер от тоже шаришь на баяне так чё как вы там успехи и не слышно ничего что выдохся деда недовольный сидит это я не так громко вы ее разбудите и она снова захочет уже не рад кого разбужу розалинду нет луизу ее кузину у нее неутолимый аппетит а я я больше просто не могу что с того что голова хочет если тело уже не справляется в последний раз я думал у меня сердце выскочит вот забирайте в эти яйца и храни вас святой лебеда гениталии вам они пригодят а там просто листочек же и все как так греки он не стеснялись на статуях член с яйцами рисовать а вы че и мужик натрахался и причин дала вернем народу я считаю замечательное завершение всей этой истории по-нормальному я не мог это сделать и как нашел ты причин дала рижинальда и вернул их ущипни меня пророк лебеда это и правда они надеемся это скромная награда все-таки выразит всю мою признать забегать завтра на торжественное открытие и погладь рижинальда абсолютно бесплатно я плачу да ты что вот такой простенький квест завершился на самом деле я подумал что хрен с ним с портретистом это мне придется через весь город куда-то идти долго не интересно наверно я лучше в следующей серии начну с этого задания чтобы вам не показывать этот нудную поездку через город мы пойдем по основному все-таки заданию сейчас ну что она насколько я понимаю где-то в городе находит свой я себе наверно а если оси гену будет быстрее мне кажется чем пойдем или я убьюсь но я умею делать паркур об ништяничек а мы здесь ни разу не были давайте оглянемся могу здесь что то есть такое чего мы бы не увидели верхнем городе шлюхи какие-то голожопые бегают жизнь кипит я смотрю с утра уже о тоже о бухая бабе низ бара выскочила да она мне не жалко он не берет херст какой смысл попрошайничать в нищем квартале города если тут никто тебе нет не подаст смысле ты себя видела вообще я бодр ищите ночью не работают сейчас день ну и как ты это объяснишь неважно йод или солнце печет всю неделю а тут всегда грязи по щиколотку а я тут причем погода у нас баклере такие я тебе дам погоды это ты каждое утро помой выливаешь здесь и перед нашей мастерской а люди себе обувку пачкают и к тебе чистится приходят любезный это заговор какой-то получается сейчас я тебе жопу ремнем заговорю а ну пойди сюда оставьте его а ты кто такой ведьмак и идите ка вы откуда пришли я думал ведьмаки от чудовищ защищают они пройдох охраняет мне с ним поговорить надо болтай сколько хочешь только сперва мы с него шкуру спустим отвали так не пойдет тогда милости просим можем и тебе по случаю люлей выписать серьез игра ну ты не очень что это значит что тут за драка кто зачинщик я выслеживаю бестия по поручению княгини да что-то слышал такое а эти здесь кто такие мил крокодили ничего особенного так недоразумение мы уже разобрались понимаю протеже княгини мы трогать не станем а вот этих с ними другое дело пойдете с нами посидите в камере в другой раз чудить расхочется идем игра как обычно своем репертуаре я даже загрузиться из катсцены не успел мне уже наваляли работу часом не ищите у нас был бы хороший дуэт может быть да как ты себе это представляешь да при отличнейше я бы своим делом занимался а вы стояли бы на страже ну и потом вы сильнее меня так что с утра носили бы помои помогали бы грязь развозить значит правы были мужики которые хотели тебе люлей прописать жить то как то надо так что по рукам уважаемый я подумаю интересует меня один человек сейчас сейчас до разговоров милости просим на креслице у меня чистая обувь в этом городе ни у кого нет чистой обуви разве что кто-то только что вышел от меня ни хера себе ты маркетолог как бы не пришлось за ним гоняться ну то каком вы хотели спросить об одном твоем клиенте высокий в хорошем черном сиртуке не местный чужеземец что-то припоминаю скромная сумма могла бы освежить мне память а скромные люлячки сколько ну скажем 500 крон да ты охерен чего да ты с ума сошел на что тебе столько день да я вот дело хочу расширить понимаете будку хочу с большой вывеской и новый ящик ваксу щетки а если денег хватит еще в прачечную вложусь тогда за грязную воду платить не придется я вижу ты уже все спланировал а как же теперь осталось только денег найти это хер с тобой у меня есть обман на самом деле но я его не ставил талант договоримся за такую цену засранец а если я тебе харю набью почти вот ты нудный потом на самом деле да блин но я не нажимал этот грёбаный пробел отстань будь по моему настолько я согласен премного благодарен я этого не забуду ну давайте к делу дядьку которого вы ищете я знаю а вот как зовут нет но он раз в пару дней заходы он всегда добрый платит больше нужно знаешь где его найти нет но вы погуляйте тут вдруг он появится у меня нет на это времени ты точно не знаешь где его искать может помнишь откуда он приходит я когда обувку чищу по сторонам не пялюсь кто куда идет не смотрю я смотрю у вас дела не очень ну а вот и ты тебе лучше да благодарю воздух местных некрополей для меня крайне благоприятен теперь позволь я задам правильный вопрос видишь эту бутылочку мать стоит добавить одну каплю ваксу и даже самый грязный башмак будет снять как купол собора святого лебеды с ней ты без труда будешь чистить три раза больше башмаков получать больше денег она твоя если скажешь где живет человек которого мы ищем но а вы ему ничего плохого не сделаете он может странный немного но добрый это наш приятель но у нас не вышла размолвка мы хотели бы с ним поговорить я ему ботинки оставляю у одного дома в порту у такого с красной дверью но не знаю там он живет или нет проверим может найдем что-нибудь так может прежде чем вы пойдете я позабочусь о ваших ножках при всем уважении обувка у вас могла быть и почище спасибо в другой нифига ему бизнес подняли на самом деле мне не хотелось даже и торговаться с ним просто хотелось отдать тебе деньги но мне понравился такой деловой паренек глядишь подымется но вот это вот то что неплохо справился с этим то то что меня уложили просто буквально в секунду в ту же секунду когда я выгрызался из диалога это конечно очень печально что такое эй ну зачем так было делать карелы так не мимо и белый мед нам не нужно кошка где да время где мой эликсир то отвар мне нужен и чуть шанс критам мне же вот этот нужен так а эти я хотел просто скушать детьми главное найти правильный подход ну-ну скорее уж подобрать правильную взятку чувствую долго я буду наедаться подожди регис час отдохну восстановится все а хер там остановился я забыл я же на высокой сложности играть здесь не восстанавливается придется есть и судя потому что я успел заметить в этом кулачном бою враги были старше меня по уровню то есть ну в принципе здесь кулачный бой построен таким образом что здесь враги тебе просто сносят до хера хп смотри тут боги маркетинга в этом тусэнте что-то замолчали оба ничего интересного не скажешь регис а это что за лошадочная и вороны здесь живут не зря не зря это не говорил чистящий твои вороны рейс или его гитлафа даже не шелохнулась придется выломать умоляю прояви немного танка с тем же успехом ты мог бы стоять на улице лупить бубен и кричать дает лов я иду за тобой и что ты предлагаешь дай мне минуту читер бак ты же не можешь днем это делать что за вранье ты не думал стать взломщиком с такими-то способностями я подумал об этом но решил что это очень уж скучно пойдем пойдем читер странное место здесь какой-то игрушечник жил судя по всему он здесь ты чувствуешь его нет его нет но он точно здесь был запах все еще силен давай осмотримся давай уведомление о выселении ай а ну уведоми меня ни хераси опыта за ничего получает ну за это набитую морду решение жилищной комиссии все из-за должности по выплатам по выплатам за помещение используемый под склад административный суд города боклера приписывает арендатору аллер кудесам по освободить помещение в течение семи дней неподчинение выше изложенному решению грозит должнику тюремного заключения в длительность тюремного заключения будет опыта на долговом судом судебный исполнитель виктор ламер нахер о чё это старая игрушка никому уже не пригодится жаль кто-то и раньше радовался какой-то герлит сентиментальный эту игрушку недавно чинили где-то починкой занимался игрушек ясно письмо лавочнику дядя лавочник от ребенка отрибутенка нет следов на пыли эту игрушку положили здесь недавно забавная бездюжка забавная пойдем наверх тогда я думаю там все выяснится пойдем на чердак о значит это его гнездышко нужно осмотреться портрет женщины какой-то смазанный это его девушка не знаю кого-то она мне напоминает кого не знаю но у меня впечатление будто я ее раньше встречал какая-нибудь родственница княгини которая мы видели мельком подозрительное письмо деклаф вандер эритайн ты не знаешь нас но мы знаем тебя мы знаем что ты вампир нам известно о твоей слабости к женщине по имени Ренавет мы заточим ее в подземелье кишащим крысами мы сдерем с нее кожу или ты можешь ее спасти и для этого отправляйся в Баклер и определенным образом убей пять человек на каждое убийство у тебя есть три дня если не успеешь вместо следующего письма получишь палец своей возле что бред какой-то видишь это лучшее доказательство того что Детлов убивает не по собственной воле кто-то его шантажирует есть мысли кто это может быть у Детлофа есть враги у Детлофа бывают враги но они долго не живут может кто-то сумел сбежать возможно но я ни о ком таком не знаю если такой существует он чрезвычайно опасен впрочем сам знаешь ты же сражался с Детлофом думаю это кто-то новый кто такая Ренавет его давняя любовь единственная людская женщина с которой он был близок она приняла его и благодаря ей он нашел свое место в этом неприветливом для нас мире это она начала дело которое я стараюсь продолжать ты встречался с ней к сожалению не имя участия она ушла от него до того как Детлоф меня спас хотя он всегда утверждал что она пропала почему он так думал она оставила какие-то следы никаких следов не было вместе с ней исчезли все ее вещи что опровергает тезис о том что она была похищена по моему скромному разумению в один прекрасный день Детлоф взбесился она увидела иное его обличье которое ее потрясло и тогда она ушла Детлоф не может примириться с тем что она его бросила думаешь это невозможно разве ты не знаешь людей которые не сумели с этим справиться а Детлоф гораздо эмоциональнее людей она была для него не просто любовью любовницей она стала членом его стаи а стаю по собственной воле не покидают даже если тогда Ренавет от него ушла то в этот раз ее и правда кто-то похитил трудно с этим не согласиться еще труднее предвидеть на что он пойдет чтобы ее вернуть убивать он определенно готов ради Йеннифер ты бы сделал то же самое он убивает потому что она для него важна а это кровь эти люди не имеют для него значения кажется понимаю он спасает девушку из своей стаи именно ладно мы знаем что его шантажируют но по-прежнему не представляем кто надо тут еще немного осмотреться надо инструментами недавно пользовались в перерывах между убийствами Детлоф чинит игрушки оставить свое злословие при себе а я ничего такого и не говорил красивая мелодия у каждого свои увлечения правда не знаю почему но она напоминает мне о доме о том настоящий до совершения успеха записка с именами жертв бестий смотри карточки с фамилиями граф крис пи граф дю лак мильтон де пейрак пейрен граф де лакруа это жертвы Детлофа только это не его почерк это присылает тот кто написал письмо все они написаны одними чернилами видишь цвет здесь краситель киноварь редкий минерал встречается только в назаире но это немногое нам дает привести чернила мог кто угодно верно возможно стоит это запомнить смотри тут пятно от вина ничего необычного особенно в баклере может быть но пожалуй это тоже стоит запомнить что я про назаир недавно слышал но не могу вспомнить что это за шантажист ты о чем дружище некто похитил возлюбленную вампира вынудил его убивать хотя как ты сам утверждаешь он не убийца этот шантажист настоящий мастер никто попала ты прав и теперь я начинаю думать а что если что если это один из вас вампир именно как все запутанно это просто гипотеза не стоит к ней привязываться пока не узнаем больше верно подведем итог что у нас есть кто-то шантажирует дэтлофа и присылает ему листки с именами очередных жертв имена написаны одними и теми же назаирскими чернилами не его рукой немного достаточно чтобы признать дэтлофа невиновным да похоже он стал орудием в руках какого-то безумца который велит ему убивать это правда и это дает нам новую возможность если мы найдем ренове любой шантаж потеряет смысл мы снимем дэтлофа с этого крючка вся эта идея хм может стоит попробовать но что с дэтлофом я буду искать его девушку он убьет очередную жертву последнюю пятую я сумею его удержать я объясню что ты друг и помогаешь нам я подожду здесь должен же он появится и он послушает да может мне подождать с тобой нет он учует тебя за милю и просто не станет сюда заходить поверь мне лучше я останусь тут один ладно а я тем временем поговорю с каньгиней в таком случае мы будем ждать тебя здесь оба интересно интересно не все так просто как понимаете да казалось нет в принципе я и ожидал что сюжет будет непростым здравствуй предложить княгине ладно докладывать княгине будем потом я думаю через несколько серий которые мы посвятим разным побочным заданиям потому что их много они интересные и все такое прочее на сегодня все с вами был ведьмак спасибо что смотрели подписывайтесь комментируйте оценивайте приходите смотрите еще всем пока спасибо